Добрый вечер! Во время операции по задержанию террористов погиб израильский солдат, боец бригады Галани Амид Бен Игаль, молодой парень, 20 лет, который погиб, ему на голову сбросили большой камень, то есть это кусок бетонного блока, причем сначала бросили маленький камешек, боец поднял голову, в этот момент сбросили большой, потому что камень попал ему не в каску. Вопрос мой следующий. Узенькие улицы, с любого окна может раздаться выстрел, ну уж по крайней мере камень может прилететь откуда угодно. Это не первый случай, сравнительно недавно был случай, когда боец спецподразделения при аналогичной ситуации погиб, тоже ему на голову сбросили бетонный блок, и каска не спасла в той ситуации. Как это происходит? Мне действительно посчастливилось несколько раз бывать вместе с различными специальными подразделениями ЦАЛа в этом регионе, как раз в районе Джанина, где собственно все это и произошло. Но, надо сказать, один из самых опасных в этом смысле регионов, работают там периодически разные подразделения, те, которые, скажем, в военное время, у них есть другое назначение. По-разному бывает, есть бригады, которые занимаются в военное время определенными действиями на севере Израиля, а в мирное время им там делать нечего, поэтому они каждый отрабатывают определенный период времени вот в этой работе. Аресты, ну, если не ежедневные, то довольно частые, да, рейды по аресту подозреваемых в причастности к террору, иногда готовишься к теракту уже непосредственно скоро. Происходит это, как правило, ночью. Что там на самом деле, как бы, с чего все это начинается? То есть, чтобы не подумали люди, что речь идет о каком-то патрулировании, в результате которого производятся аресты. То есть, это всегда развед информация. Которая поступает в это подразделение. Поступает в виде документов и в виде человека, который эту информацию представляет. Есть очень четкий инструктаж. Иногда обычные спецподразделения. Представляет разведка? Да, конечно, военная разведка. Или и служба безопасности Шабак. Как правило, это происходит либо вместе, либо вот кто-то из них один, кто за это больше отвечает в конкретном данном случае. Часто бывает, что в особо серьезных операциях группы, которые там работают, усиливаются, например, спецназом Генерального штаба. То есть, к ним добавляют еще 5-6 бойцов спецназа Генерального штаба, опытных бойцов, которые уже давно, так сказать, в этой теме. А не молодых 19-летних ребят, которые производят там основную массу работы. Прежде чем группа попадает по разведданным на определенную местность, попадают туда первыми так называемые разведчики. Это не обязательно разведчики. Но это люди, которые, так сказать, должны прийти и понаблюдать, действительно ли информация соответствует действительности. Тех, которых называют мистаорим, переодетые, да? Они действительно, нет, мистаорим, как бы, да, то, что называется переодетые в арабов, это отдельное подразделение. Это просто люди, которые появляются там не в военной форме, вот, они наблюдают. То есть, это могут быть, в принципе, арабы, которые завербованы, да? Это, я не думаю, я, по крайней мере, ни разу с этим не сталкивался, это всегда были люди из подразделения. Иногда операция проваливается уже на том моменте, когда обнаружили этого разведчика. И тогда нужно его просто спасать, вытаскивать оттуда, на этом все заканчивается. Потому что тут уже все попрятались, когда все это ясно. Все, кто хоть какое-то отношение к террору имел, они уже все поменяли местонахождение своим. Вот, иногда на этом этапе уже проваливается. Но чаще всего, и это рутинная работа этих подразделений, это практически ежедневные, ночные рейды в эти регионы с конкретными данными. То есть, они идут за конкретными людьми. Но, как только они там появляются, а появляются, как я уже сказал, они довольно часто, это такой хэппининг, да? То есть, для местных подростков арабских. И поэтому, скажем так, камнеметателей, разведчиков в меньшей степени интересуют. То есть, понятно, что ребят там не будут встречать конфетами. Да, то есть, понятно, что будут камни, будут нечистоты, которые будут литься там на них, на машины, на которых они езжают и прочее, и прочее, и прочее. То есть... Там же узкие улочки. Это очень густонаселенный регион. Лагеря беженцев в окрестностях Дженина и сам лагерь беженцев в Дженин, да? Вот это очень густонаселенный регион. Конкретно этой деревне я не проверял, сколько там населения. Уверяю вас, что вот мы ее называем деревней Биада, но там, я думаю, что где-то от 40 до 50 тысяч человек живет. По израильским меркам это город. У нас не в каждом городе наберется такое количество. Да, но учитывая, что все это еще скучно. Все это очень скучно. Все это строится как попало. Все эти дома впритык друг к другу, поэтому перебегать можно из одного в другой. И самое главное, что информацию, которую получают по конкретному зданию, которую снял беспилотник, скажем, три дня назад, которую получают бойцы, она может быть уже не совсем актуальной. Потому что уже за это время могла появиться какая-то пристройка к этому зданию. Поэтому разведчик, в первую очередь, он сверяет данные, которые были получены предварительно. Ситуации на местности, действительно ли там нет выхода, или действительно там нельзя спуститься с этой крыши так быстро. Не всегда замечают. Естественно, не всегда замечают. Повторюсь, камнеметатели, они являются каким-то побочным явлением. Бесплатным приложением. Они не идут арестовывать камнеметателей, хотя это опасно, и, как выяснилось, бывает очень опасно, и даже опасно для жизни. Они идут арестовывать людей, которые готовят теракты, которые причастны к терактам, которые занимаются любой другой деятельностью, даже на уровне, так сказать, подстрекательств, да, и так далее, и тому подобное. И вывозят их на территорию Израиля, и тут они уже, так сказать, попадают в руки службы безопасности и шабак. Иногда аресты производятся для того, чтобы получить информацию о том или ином событии, или о том или ином человеке. Но вернемся к данному конкретному случаю. По имеющимся данным, когда уже аресты были произведены, и подразделение выходило из этой самой деревни, города, как угодно его назови, сопровождавших их беспилотник, может быть, их было несколько, мы не знаем, обратил внимание, что на крыше дома притаилось три человека. То есть, в принципе, скорее всего, они ждали, как считает армия, они сидели в засаде и ждали вот этих вот бойцов для того, чтобы сбросить на них камни, да. И беспилотник, оператор беспилотника в этот момент отвлекся, он как бы контролировал там еще каких-то комнеметателей, которые напали на другую группу солдат, и поэтому передал информацию на долю секунды или на две секунды позже, чем нужно. Ну, тут, во-первых, мы все это знаем из средств массовой информации, то есть, никто еще официальных отчетов армейских по этому поводу не видел, кроме тех, кто этим занимается непосредственно. А поступает информация очень, скажем так, я бы сказал, пока мне звучит, но не совсем логично. Во-первых, беспилотник не сопровождал этих солдат, беспилотник контролирует эти территории постоянно. То есть, даже в то время, когда там солдат нет, все равно там ведется определенная слежка. Во-первых. Во-вторых, действительно, кроме этих тройки ребят, может быть, их было больше на крыше, тоже мы не знаем, это все из средств массовой информации. Там таких было много. Таких было много, и не всегда, так сказать, это представляет действительно угрозу для жизни солдата. Опять-таки, здесь было еще два совпадения. То есть, первый камень, на который обратил внимание солдат, упал рядом с ним, поднял голову, и вроде, как бы, сегодня обговорят все о том, что на этих кадрах четко видно, что ждали, пока он поднимет голову. Это не значит, что он бы не успел опустить голову, да, то есть, он в результате, то есть, просто это стечение обстоятельств, которое в результате привело к этому. — Ну, кстати, извиняя, перебивая предыдущий случай, когда погиб солдат, я имени не помню, фамилия Сбарский, по-моему, да, спецназ, кстати, был. То есть, ему попал этот блок по голове, то есть, по каске, но это тоже, к сожалению, не спасло, были перелом шейных позвонков обеспечены. Это огромная, огромная камень. — Это серьезная проблема. Многие выступают за то, чтобы относиться к этому, как к любому другому теракту, хотя мы уже много лет живем в этой действительности, да, и мы, к сожалению, вот, мы уже не наступаем. Мы на те же грабли, мы топчем уже эти грабли, да, то есть, мы их просто топчем. — Топтали в грязь. — В припрыжку, причем, когда мы говорим о том, что наша реакция должна быть пропорциональна. Это и на государственном уровне, и на уровне солдата, который находится на земле, то, что называется, да, то есть, в поле. — То есть, кидание камня, это равносильно огнестрельному оружию, то есть, стрелять на поражение. — Ну, в принципе, теперь мы понимаем, да, то есть, когда вот уже таких случаев было несколько, а до этого были случаи, когда камнеметатели наносили серьезный ущерб здоровью водителям, которых они подлавливали на дорогах. — Да, когда машина идет со скоростью, там, 80-100 км в час. — И даже, если я не ошибаюсь, был один или два случая с летальным исходом. — Да-да-да, погиб под Иерусалимом мужчина. — В результате камнеметаний. — И поэтому относиться, конечно, к этому нужно с определенной долей понимания того, что они пойдут дальше. То есть, если мы позволим вести себя с нами таким образом, с камнеметателем, то дальше пойдут метатели бутылок с зажигательной смесью. Они, кстати, тоже были. Они были вот в рамках поисков, поисков, которые ведутся сейчас, оперативные поиски. И конкретно этого человека, который, видимо, подозревается в том, что это он сбросил эту бетонную плиту с крышей на голову нашего солдата. Были бутылки с зажигательной смесью и были самодельные взрывчатки, которым встретили наших солдат, которые сегодня оперативно его разыскивают, проводят аресты, которые так или иначе имеют отношение к этому случаю, людей, которые имеют отношение к этому случаю, и, скажем так, то, что происходит там сегодня, если уж по горячим следам не удалось поймать этого человека. Почему? То есть, три человека там или сколько на крыше? Крыша, да? Это же не воскреб, это трехэтажная халупа, да? Как удалось ему идти? То есть, ну вот это произошло. Там в угол находятся солдаты, куда они могли деться? Насколько я понимаю, то ли двое, то ли трое, мы опять-таки, у нас же очень разная информация просачивается в СМИ, их было там, возможно, больше, чем трое, потому что я, например, в одном из источников видел, что троих арестовали, то есть, трое были задержаны. Значит, либо он был четвертый, либо пока непонятно, кто из них, кто-то, который... Либо кто-то из этих троих, но они ответили. Потому что разница колоссальная, они, конечно, сядут все, но тот, кто бросил плиту, как бы, он будет считаться террористом с кровью на руках. Срок у него будет такой же, безграничный. Но, скажем так, его в случае, когда будет очередная сделка с палестинской автономией, его будут освобождать в последнюю очередь. – Обменная сделка. – Обменная сделка. Его будут освобождать в последнюю очередь, к нему будут относиться чуть хуже, чем к другим в камерах. Но сроки они все получат очень большие, потому что, ну, в конце концов, они, в общем, все это делали. Знаете, когда, не знаю, есть такое правило, когда четыре человека толкают машину, и эта машина в результате катится и попадает в аварию. Кто виноват? Они ее толкали, она не заведенная была вообще. То есть, все четверо считаются водителями в этой ситуации. То же самое и здесь. – Нет, но юридически, очевидно, будет разница. Те, кто просто кидал камни, и того, кто именно кинул и убил. Я думаю, что юридически разницы не будет, потому что, ну, понятно, что те, которые просто кидали камни, они пойдут как соучастники этого преступления. Они не пойдут отдельной статьей совершенно, да, как будто бы они там, не знаю, швыряли гвоздики. То есть, это не будет некой вещь, которая там щадящая. Но расстрельной статьи у нас нет, поэтому и все получат сроки довольно большие. – Для таких случаев, да, наверное, это тот случай, когда нужно бы применить это. Но сейчас, во-первых, главное его найти. – Окей, как его сейчас, как его можно найти сейчас? – Ну, мы уже проходили это несколько раз. – По свежим следам не нашли. – По горячим следам найти, вероятно, его не удалось. Опять-таки, мы не знаем, может быть, один из тех, кого допрашивают сегодня, он и есть. Тот человек просто нет доказательств, нет связи пока, никто еще не признался, и, может быть, займет немножко времени. Но, судя по тому, как развиваются поиски, значит, есть еще кого искать. В какой-то момент поиски оперативные прекратятся. И тогда в дело вступает служба безопасности шабак, которая начинает оказывать определенное давление на определенный круг людей там. С помощью армии в том числе. И в результате это заканчивается тем, что, как правило, этого человека сдает собственная семья. То есть, они просто не выдерживают этого давления. Давление от своих соседей, которое на них тоже переключается. – В чем проявляется это давление? То есть, что значит давление? То есть, постоянные ночные рейды вызваны на допрос. – Это постоянные ночные рейды, это ограничение разрешений на работу, это всевозможные осложнения. – То есть, то самое пресловутое коллективное наказание, против которого возмущаются правозащитные организации. – Я бы назвал это дифференциальным наказанием. То есть, это дать понять, что вот из населенных пунктов, из которых террорист не выезжает, последний, скажем, год, два, три и так далее, к ним более лояльные отношения. А те, кто выпускают террористов, у них отберут разрешение на работу. А если пропустят их работать, то они будут стоять по 6, по 7, по 8 часов в пробках на КПП и так далее, и тому подобное. То есть, эта работа уже становится невыгодной. Естественно, рейды армейские, естественно, аресты, естественно, гораздо более пристальное внимание. Естественно, экономические санкции тоже к этому региону. То есть, если в другом городе можно построить еще одну больницу или еще одно предприятие, или начать там строить промышленную зону и обеспечить их рабочими местами, то вряд ли регион Дженина является привилегированным в этом смысле. Я думаю, что даже до футбольного поля там не скоро дойдет, которое мы построим в качестве презента за военные отношения. Но Дженин находится в зоне полностью контролируемой, так сказать, палестинской администрации. То есть, несовместной. Во-первых, сам Дженин, да, это верно. Но это довольно большой регион, через который проходит вот эта вот зона, в которой есть и влияние палестинской администрации, и влияние израильской администрации. Насколько мне известно, несмотря на те разногласия, которые есть между руководством палестинской автономии и Израиля, непосредственно люди, которые проводят работу, так сказать, на работу в поле, да, то есть, которые там работают. То есть, спецслужбы палестинские. И палестинские спецслужбы, и израильские спецслужбы, и израильская армия, они говорят о том, что в результате есть вещи, например, которые палестинские спецслужбы сделают гораздо быстрее, гораздо более эффективнее, чем мы там. При том, что мы-то там наездами, они там постоянно, они там свои, они родные, и поэтому есть... То есть, сотрудничество продолжается? Сотрудничество. То есть, они сейчас тоже будут искать... Иначе бы это все, иначе мы просто бы снова были в ситуации, ну, как минимум, интифады с участием палестинской полиции, если бы не было сотрудничества. Поэтому, конечно же, сотрудничество продолжается. Теперь самое главное. Такие, в чем еще одна, скажем так, еще один отрицательный аспект того, что случилось и того, что происходит сейчас. Эффект снежного кома, да, то есть, вот это уже случилось, теперь армия, значит, усилила рейды там. Там есть уже еще, есть погибшие среди, один, по-моему, как минимум, 12-летний подросток. Чтобы было понятно, 12-летний подросток в джинине, это вполне боец, который может бросить этот бетонный блок на израильского солдата. То есть, это не ребенок. Как бы ни выглядела симпатичная эволюционная фотография, которую несут там на похоронах, это человек, который готов, если нужно, бросить взрывчатку. Если нужно взорваться самому. Готов на многое. Поэтому относиться к нему, как к ребенку, который я вот вижу иногда, такое бывает в социальных сетях, они там все в этом возрасте. Они все вот в этом возрасте, они вот на крышах, они там, там 30-35-летних нет, у них уже много детей, им уже есть чем заняться. Там вот эти вот все, которые этим занимаются, они, то, что называется, поколение наций, да, то есть, они не достигли еще 20-летнего возраста. Поэтому будут проблемы какого рода, то есть, будут массовые похороны этого подростка. Уже пострадал израильский солдат, как минимум один, пусть легко пострадал, как бы в рамках этих поисков. После похорон есть опасность определенная, что будет какая-то волна. То есть, у кого-то еще сорвет крышу, они пойдут там стить. Я думаю, что у многих сорвет вопрос, насколько мы можем, так сказать, их остановить. Но то, что многие, так сказать, на фоне всех этих событий решат себя, так сказать, поднять, сквотить нож и пойти резать на КПП израильского солдата, я думаю, что это вполне реальный сценарий. Мы уже это проходили несколько раз. У нас все антифады начинались с вот такого щелчка, который в результате выливался. Ну, кстати, все эти антифады, которые начинались со щелчка, как ты говоришь, на самом деле очень активно подогревались. То есть, основной вопрос философии сейчас, будет ли палестинская автономия сейчас подогревать эти волнения или они пришлют туда своих полицейских, которые всех там загасят? Надо полагать, что они, по крайней мере, не пришлют туда полицейских, чтобы они их гасили. То есть, может быть, не будет такого явного подстрекательства с их стороны, потому что мы все-таки уже куда-то продвинулись и есть какой-то шанс на какие-то переговоры, на какие-то переговоры и договоренности определенные. Тут уже много очень игроков, но это отдельный совершенно разговор. Но это не значит, что они должны прилагать какие-то усилия для того, чтобы этих подростков восстановить и не приведи Господь научить их относиться с уважением к Израилю. То есть, до этого еще не дойдет, не уверен, что мы доживем до этого момента. — То есть, ты считаешь, что если этого террориста задержат, то, скорее всего, то есть, практика показывает, чтобы практически всех задерживали. То есть, я не припомню случая, чтобы кого-то там не нашли. Это, может быть, разовый вопрос времени. То есть, это займет неделю, займет две, займет три. То есть, большая вероятность, что его просто зададут свои. То есть, может быть, просто семья его приведет. — В результате, даже если его в результате возьмет израильский спецназ, не значит, что информацию о нем не сообщили свои. То есть, я не уверен, что его просто на машине привезут на КПП и вытолкают. Вероятно, для того, чтобы его в результате взять, должен будет работать спецназ. Но он должен получить эту информацию от определенной позиции. — То есть, потихонечку оказывается давление, вот этот прессинг, который соседи, знакомые, которые понимают, что это будет продолжаться до тех пор, пока его не выдадут. — Возможные соучастники, их родственники. — Да, они скажут, сколько можно дорожить. — Во-первых, те, кто могут знать о его местонахождении. То есть, во-первых, они являются объектом интереса уже сейчас. Хотя бы предположительно, хотя бы если видели, хотя бы если слышали о чем-то. Отсюда и вот эти аресты, которые производятся в течение суток последних, называют там 12 человек арестовали, 25 человек арестовали, 27. Я думаю, что их гораздо больше. То есть, может быть, не арестовали, задержали. — Но я думаю, что таких людей намного больше, потому что крупных знакомых в таком густонаселенном регионе у этого молодого человека может быть очень большой. И они все интересны, могут оказаться. Поэтому я думаю, что сейчас усилия... — Ну, это может быть, к нам момента, когда наша передача выйдет в эфир, уже его и это самое. — Дай Бог. — Оливай, как говорят на иврите. Спасибо большое. Спасибо. Мы беседовали с военно-политическим экспертом Алексом Гальцекером. Дорогие друзья, программа «Тема дня» подходит к концу. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова